А сегодня на календаре у нас 13 июля и киевское время 18 часов. Сегодня ролик выходит немножко раньше, ну так сложились обстоятельства. Надо отметить, что продолжается Шахеда-Бесия, очередная ночь, очередная атака рашистских оккупантов по территории Украины. На сегодняшний день самое, наверное, менее удачное из всех предыдущих, потому что практически все сбито, все, что летело, во всяком случае, из числа дронов и крылатых ракет. Единственное, уточняется по оперативно-тактической ракете. Но все равно Шахеда-Бесия продолжается. Я думаю, что это было связано по двум причинам. Первое, это может быть связано с проведением саммита НАТО, который вчера закончился. И они, как бы, продолжая вот эти первые два дня, они решили еще продолжить и дальше. Второй момент, это может быть, что скорее всего более вероятное, это они поднакопили немножко Шахедов. Мы помним, несколько было рейсов Ил-76 из Тегерана в Москву. Поднакопили немного Шахедов, и вы видите, давно не было ракетных ударов. Две-три ракеты, это не удары. Это, скорее всего, они подкапливают количество ракет. И Шахедами пытаются вскрыть нашу систему ПВО, Потому что сегодня, допустим, удар был широкий, был по Хмельницкой области, по Днепропетровской области, по Днепру в городу, и по Киеву, Киевской области. Но обо всем давайте по порядку. Итак, силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка, Широкая Балка и Малая Токмачка, Новопокровка имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. То есть здесь мы продвигаемся вперед. Наносят огневое поражение артиллерии, по выявленным целям противника осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. Да, тут надо отметить, что переброска резервов у российских войск идет полным ходом. Оккупанты продолжают убивать мирное население Украины и дальше игнорируют законы обычаи войны, используя тактику террора. В ночь сегодня, на 13 июля, российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства «Шахет-136-131». Направление атаки было северо-восточное из Курска, ну там из района Курска, и юго-восточное из Приморско-Ахтарска. Приморско-Ахтарска. Это Краснодарский край. Вот с двух направлений прилетели сегодня ночью дроны. Кстати, работало ПВО, очень серьезно работало ПВО. Город длительное время не спал. Даже посол Великобритании написал о своем твиттере, что всю ночь просидела в бомбоубежище и поблагодарила ПВО Украины за безопасность, за обеспечение безопасности в городе Киеве. Но, тем не менее, также противник применил две крылатые ракеты «Калибр» с Черного моря и одну баллистическую ракету «Эскандер», которая была запущена из района Джанкой, города Джанкой в Крыму. В результате боевой работы все 20 ударных дронов были уничтожены, преимущественно в Киевской области. Основная масса дронов летела на Киев. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр». По поводу последствий пуска ракеты «Эскандер», где она ударила, сейчас информация уточняется. На данный момент пока нет. Там еще ставится под сомнение, что был ли это «Калибр» или какая-либо другая ракета. Так что подождем уточнение информации. Я так понимаю, завтра в итогах прошедших суток мы уже будем знать более подробно. К отражению этой атаки привлекались зенитно-ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины. Ну, имеется в виду сухопутные войска. За текущие и минувшие сутки авиация воздушных сил Украины нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам. За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Шахет». Всего было задействовано 15 дронов «Камикадзе». Это предыдущая ночь, прошедшие сутки. В результате успешной работы, боевой работы сил обороны Украины было уничтожено 11 беспилотников из 15. В общем, враг, включая это, нанес еще и 60 авиационных ударов за прошедшие сутки. Кстати, один из ударов пришелся сегодня утром, пришелся на остров Змеиный. Как сообщает оперативное командование «Юг», на рассвете противник применил тактическую авиацию и нанес бомбовый удар по острову Змеиный. Но тут надо сказать, что они наносят удар по острову Змеиный и предыдущий удар, не вчерашний, а позавчерашний удар шахедами, который пришелся по Одессе, это была попытка нанести удар по портовой инфраструктуре. И я думаю, что вот этот удар по порту Одесса и удар по острову Змеиный, это надо отнести, скорее всего, к зерновой сделке. Зерновая сделка, Россия никак не хочет соглашаться на эту зерновую сделку, там уже, ну, как бы, они выдвинули свои условия, я вам их оглашал о том, что, первое, Россельхозбанк подключить к системе SWIFT, снять с него санкции и разрешить России торговать удобрениями через балтийские порты, порты на Балтике. Но предполагалось, высказывалось предположение, что, может быть, с банком будут какие-то уступки России, ну, как всегда нашелся слабое звено, нашлось это генеральный секретарь ООН, который, такое впечатление, что он находится в штате администрации президента Рашистской Федерации, у Путина, на зарплате. Он предложил снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к программе SWIFT. Это программа для проведения международных платежей и получения валюты. То есть, подключив этот банк, Россия получит еще один источник валюты для финансирования войны и поддержки своей экономики. То есть, получается, что одним своим предложением генеральный секретарь ООН полностью перечеркивает весь одиннадцатый пакет санкций, который тот же самый Европейский Союз и страны-партнеры, которые поддерживают Украину, летит просто коту под хвост. Вот такие вот у нас договорители, вот такие у нас есть миротворцы. Далее, надо подключить питание. Аккумулятор просит зарядки. Далее, противник также совершил еще 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть и дети. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Ну, в качестве, тут как бы далеко не надо ходить. В Запорожье сбитый шахет упал, там 6 человек получили ранения, в том числе и дети, среди них над центром города, в парке днем. В Киеве, в Дарницком и в Соломенском районах упали обломки сбитых шахедов, повредили в жилом доме квартиру. В одной из квартир при тушении возник пожар, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины. Ну, сейчас экспертиза выясняет, он погиб в результате ударов, вот этих попаданий, этих осколков или какая-то другая причина смерти. Вот, и есть несколько человек пострадавших, в том числе некоторые из них госпитализированы. То есть, ранения получили средней и средней тяжести. Так что, ну, не обходится, к сожалению, без жертв. Но Россия продолжает, расисты продолжают этот террор. Они прекрасно понимают, что они делают, они прекрасно понимают, куда летят эти шахеды и для чего они летят. Убивать, как можно больше убить гражданского населения или покалечить, для того, чтобы вызвать неприязнь в обществе к этой войне, чтобы сдаться, принудить капитуляции. Таким образом, они нас пытаются принудить к капитуляции. Противники дальше сосредотачивают основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. В течение суток на этих направлениях произошло более 35 боевых столкновений. По порядку, по оперативным направлениям, на Волынском и Полесском направлениях, здесь оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных районах с Украиной. Ну, это мы с вами об этом знаем. Мы бдим, наблюдаем. Там никаких, слава богу, никаких изменений нет. Ротации давно нет. Вчера началась ротация российских... ...которые проходили в Осиповичах на подготовку на полигоне. Они перемещаются на Донбасс. Когда будет заезд следующих, ну, посмотрим. Разведка нам об этом сообщит. На Северском и Слобожанском направлениях. Тут противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные артиллерийские обстрелы более чем 10 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Тут, ну, тут вы пишите в комментариях разъяснить ситуацию. Я вам объясняю. Там нет наступательной группировки. Там сосредоточено порядка... Ну, на эти три области, вот если вы посмотрите на всю протяженность границы, она там довольно большая, там почти 500 километров, 50 тысяч войск. Где-то примерно наша разведка оценивает в 50 тысяч. Это все, что стоит вдоль границы. Это вот те войска, которые стреляют по нашей территории, плюс российская... И войска, как они их называют, прикрытия государственной границы. Там же где-то в районе Сумской области... Вот почему в Сумской области отселение людей. Я бы не связывал это с возможной диверсией на Курской атомной станции, как некоторые считают. Я не думаю, что Россия решится... Курск очень близко к Москве. И на Курской атомной станции установлены два типа реакторов. Там есть старый тип реакторов, который такой же, как на Чернобыльской атомной, и есть новый тип реакторов. И так рискнуть, потому что, если, не дай бог, диверсия будет на старом типе реакторов, то тогда они получат Чернобыль. Прямо в Подмосковье. Вот. Поэтому я думаю, что вряд ли. И сейчас немножко, видите, угомонились с этими ядерным шантажом. Поэтому, скорее всего, я просто обговариваю версии, там выдвигались, задавали вопрос, точнее, с чем связано. С Курской атомной или... Нет. Скорее всего, отселение людей связано с тем, что Рашистская артиллерия в основном приграничную зону обстреливает. Там замечено, напротив Сумской области, замечено 22-е подразделение 22-й бригады спецназа ГРУ Рашистской федерации, которая занимается разведной диверсионной деятельностью. Кстати, по рассказам очевидцев, примерно в этих селах, которые находятся в 5-ти километровой зоне, там, если осталось 5-10% населения, не более того, остальные уже давно уехали. Каждый день кроет артиллерия, работают снайперы, то есть, человека могут убить в любой момент. И, ну... Поэтому, вот, именно в связи с этим, скорее всего, и связано отселение местного населения. Тем более, что, видите, была поправка, я вчера вам говорил об этом, что не принудительно, а настоятельно, будем так говорить. Настоятельная просьба покинуть эти территории, переселиться в более безопасное место. Потому что, вот такая вот обстановка. Далее, Купенско-Лиманское направление. Здесь идет очень тяжелая обстановка, противник пытается наступать. это из одной из, наверное, самых тяжелых на сегодняшний день направлений. Они подкопили там довольно неплохую группировку. Ну, кстати, вы пишете в вопросах, что как же так, ай-яй-яй. Все нормально в том плане, что я вам говорю, что очень тяжело, но не критично. Наш генштаб видел, что они накапливают там войска. Это не явилось с неожиданностью. То, что они имели частичный успех в направлении населенного пункта Торская, их остановили. Они чуть-чуть продвинулись вперед и остановили. Они хотят выйти вот от Торского до Ямполя, там есть такая гряда водохранилищ, плавней. Вот они хотят выйти на этот рубеж, это замысел. Но этот замысел, я вам рассказывал, что он провалился зимой в зимнюю наступательную кампанию Рашистской Федерации. Он провалится и сегодня. Да, они имели частичный успех, но сегодня оборона держится и противник остановлен. Уже вторые сутки идут ожесточенные бои, но противник успеха не имеет. Они стоят на месте, мы наносим им поражение и удерживаем оборону на тех рубежах, на которых сформировался буквально три дня назад. Поэтому там, да, они хотели бы еще наступать и на направлении Лимана, но для этого им надо взять Белогоровку. Белогоровку в Луганской области взять у них ну никак не получается. Мы довольно хорошо ее удерживаем и у нас там в принципе достаточно сил и средств для того, чтобы ее удержать. Так что здесь ситуация тяжелая. Здесь мы ведем, ну будем так говорить, глубокую оборонительную операцию. Кстати, сразу скажу, что задаете вопрос по поводу того, так мы в обороне или в наступлении. сейчас переходный период. Мы больше наверное в обороне, потому что все-таки противник на большей части оперативных направлений пытается вести наступательные действия. Мы ведем оборонительную операцию в большей части, но все равно вот на трех направлениях на Бахмутском, на Бердянском и на Мелитопольском мы атакуем и продвигаемся вперед. Вот у нас кстати успеха больше, мы движемся вперед. Да, маленькими шагами, но мы движемся. А противник в большей части наступает, но в меньшей части на трех направлениях они ведут оборонительную операцию, даже на трех все-таки, на трех, на Херсонском направлении, или Таврийское еще его называют, на Мелитопольском и на Бердянском направлении они ведут оборонительную операцию. На Купинском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском они ведут наступательную операцию. На Бахмутском направлении там направление разбито на участки. На допустим там направление Хромова они ведут наступательную операцию. Действие точнее, там нельзя назвать операции, масштаб намного меньше. Мы ведем на Северной Берховка и Клещевка мы ведем наступательные действия. Вот такая вот нельзя сегодня так четко сказать, что противник перешел к наступательной операции, мы перешли в стратегическую оборону. Мы остановились и перешли. Нет, мы не остановились, мы просто снизили темп и сейчас, я так понимаю, принимается решение плюс подход боеприпасов новых, подход техники и вооружения новой, что на восполнение потерь, мы же тоже понесли потери в ходе наступательных операций на разных направлениях. Вот он и образовал вот такую паузу, которая образовалась сегодня, которую мы видим, наблюдаем сегодня на некоторых оперативных направлениях. Поэтому действительно складывается впечатление, что вроде как мы вернулись к оборонительной операции. Нет, мы в большей степени проводим оборонительную операцию так же, как и проводили, но наступательные действия мы продолжаем. То же самое противник. Проводит в большей части наступательную операцию, но на отдельных направлениях перешел к оборонительным действиям, проводит оборонительные операции. Итак, мы подошли к Бахмуту. Ну, в принципе, я уже почти все По Бахмуту рассказал. В районе Клещиевки у нас продвижение вперед, мы опять закрепляемся на новых рубежах. Кстати, Клещиевка, мы уже практически нависли над Клещиевкой и я думаю, что отход из Клещиевки это уже вопрос ближайшей недели. По Бахмуту, ну там сложнее сказать, потому как больший участок местности, город все-таки был довольно большой, 70 тысяч населения. Поэтому там мы просто берем под огневой контроль настолько, насколько позволяет на дальность достигаемости нашей артиллерии. Ну а на юге, а насчет Клещиевки там уже вопрос ближайшего времени. Ее освобождение и переход под контроль вооруженных сил Украины. В районе Берховки мы остановили, отбили все контратаки российских десантников. Не помогло им вбрасывание в бой или ввод в бой парашютно-десантного полка на этом направлении. И я так понимаю, что у нас сейчас будет небольшая перегруппировка в районе Берховки и мы дальше продолжим наступательные действия. Тем более, что вернемся немножко к Лиманскому направлению, там мы начали движение на Солидар. В направлении Северск-Солидар, вот в этом направлении мы начали продвижение. Мы имеем успех, мы вклинились в оборону противника. И, ну, если я не... Да, я 4 километра до Солидара. То есть наша артиллерия уже полностью покрывает Солидар и берет город под огневой контроль. 4 километра от наших позиций до Солидара. От линии фронта, точнее, от линии фронта до Солидара. Так что здесь, видите, мы даже на Лиманском направлении мы пытаемся проводить на отдельных участках наступательные действия. И у нас получается. Мы движемся вперед. Абдеевка. Ну, вот здесь оборонительная операция наших войск. Противник пытается наступать. И пытается наступать. В эти сутки они пытались наступать в районе Абдеевки и в районе Керамика Донецкой области. Все атаки были отбиты. Линия фронта без изменений. В Марьинке тут все без изменений. В самой Марьинке были попытки наступления российских войск. Все попытки на данный момент отбиты. Линия фронта без изменений. Бердянское направление. Здесь тоже идут. Противник пытался в районе Новомихайловки наступать. Это контратаки противника. Они были безуспешны. Это, кстати, происходит обычно после продвижения наших войск. Они, как правило, минимум один раз, а то иногда два и три раза контратакуют, чтобы вернуть утраченные позиции. И, кстати, если у них это не получается, то в ближайшее время мы должны увидеть там продвижение наших войск. То есть генеральный штаб нам покажет те позиции, на которых мы закрепились и отбили контратаки врага. На Запорожском направлении или Мелитопольском направлении, так его еще иногда называют, в районе населенного пункта Приютное наши войска имеют успех и закрепляются на новых рубежах. Ждем, ждем, будут ли здесь противник проводить контратаки. Также идут бои в районе Работина, довольно тяжелые. Кстати, тоже задавали вопрос, в районе Работина мы практически дошли до первой линии обороны. Практически мы уже вот-вот упремся в первый окоп этой линии обороны. И дальше, я так понимаю, генеральный штаб будет принимать решение о том, где и как ее прорывать. Это, кстати, одно из мест, где мы дошли до первой линии обороны. Там сейчас идут ожесточенные бои, пока ситуация неизвестна, но данных об изменении линии фронта в районе Работина нет. А вот в районе Приютного мы продолжаем срезать времовский выступ, который мы уже практически срезали, там осталось чуть-чуть. И мы фактически выравниваем линию фронта в ноль. Точнее, вот эту дугу мы выравниваем в прямую линию, что дает нам преимущество в плане отсутствия фланговых угроз со стороны противника. Херсонское направление. Здесь продолжаются ожесточенные столкновения. Ну, трудно сказать, потому что там регулярных наших войск нету. Там есть наши спецы. Спецы, и они в районе Антоновского моста. Да, вы правильно говорите, что Антоновский мост это практически начало Олеша. И противник пытается там как-то противодействовать, пытается как-то остановить наши силы, но у него практически ничего не получается. Мы надежно удерживаем там вот этот плацдарм, его уже даже показали на карте Дипстейт. Это говорит о том, что он под нашим контролем. Единственное, что остается врагу, это наносить огневые удары по правому берегу Днепра. И вот в прошедшие сутки более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийскому ударам со стороны рашистских оккупационных войск. Наша артиллерия работала в ответ, проводила контрбатарейную борьбу там, где мы это успевали, где мы ловили на огневых позициях артиллерию противника. В основном досталось Днепропетровской области, но это Никополь там страдает очень часто или постоянно от обстрелов артиллерии, рашистской артиллерии. Ну и Херсонской области и городу Херсону, городам Херсонской области или населенным пунктам Херсонской области вдоль правого берега Днепра и самому городу Херсону. Ну вот тут такая, в качестве вывода можем сказать, что есть вот Клещевка и Приютная, это продвижение наших войск вперед. В основном линия фронта без изменений, на Купинском-Лиманском направлении идут тяжелые бои, но все равно противник остановлен. Это как общий вывод по оперативной обстановке. Ну вот тут подбросило нам информацию Министерство обороны Великобритании, ну можно сказать разведка, они пишут иногда британская разведка, иногда пишут Министерство обороны Великобритании. Так вот, они уже посчитали и сказали, что силам обороны Украины удалось вернуть под контроль 300 квадратных километров. Вот на сегодняшний день 6 недель наступления, 5, извините, 5, сегодня 13-е, да, 5 недель наступления, 300 квадратных километров мы вернули под свой контроль. Учитывая, что сейчас происходит на линии столкновения, это первый этап наступления. Ну то, что я вам рассказывал, помните, что мы давим на врага с двух сторон, с одной стороны мы поддавливаем его на переднем крае, то есть проводим наступательные действия, пытаемся продвигаться вперед, у нас это получается. Он несет огромные потери, плюс противник вынужден подтягивать резервы, причем мы уже знаем, что доходит до стратегических резервов, они вытаскивают, особенно в полосе действия 58-й армии, а это от Углидара до Каховского водохранилища, ну бывшего. Теперь уже, вот на этом фронте действует 58-я армия, она усилена частями и подразделениями еще четырех армий общевойсковых, расистских войск, вот, и они уже вытягивают резервы из, все которые есть на сегодняшний, на сегодняшний день, для того, чтобы, для того, чтобы заполнить первую линию обороны. Вот, так что, следует говорить об изменении тактики военного противостояния, это отметили в Минобороны Великобритании, наши защитники, в отличие от расистов, используют тактику НАТО, так называемая лягушечьих прыжков, то есть маленьких коротких прыжков, но частых, и причем в разные стороны, вправо, влево, вперед и вперед. Вот, которая себя прекрасно показала на Харьковщине и на правом берегу Днепра, то есть все наши наступательные операции были построены примерно на этой тактике, но с разным масштабом, с разным масштабированием наших наступательных действий. Такая тактика позволяет избежать многочисленных жертв среди личного состава сил обороны Украины. Ну, то есть даже британская разведка отмечает то, что мы бережем личный состав и стараемся малыми шажками постепенно продвигаться вперед. Сколько еще выдержит расистская оборона? Ну, сказать очень трудно. Довольно она неплохо подготовлена. Надо это отметить, мы это констатируем. Но посмотрим, сколько она выдержит. Особенно при таких чуть ниже, в следующем разделе я вам расскажу про ситуацию в 58-й общевойсковой армии расистов. Что там творится? Ну, как в песне поется, встание противника, крики и паника. Вот примерно это творится в 58-й армии. Окупированные территории. На временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания в гостиницы Дюна в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг. Также противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Мариуполе. Окупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам уже. Не на улицах ловят людей, а пообходят дома и квартиры местных жителей, проверяют личные документы, мобильные устройства, чтобы не передавали данные. Таким образом оккупанты пытаются запугать местное население, выявить те, кто помогает силам обороны Украины. Ну по Бердянску там вообще двойная новость, двойная хорошая. Позавчера мы там размесли запасный командный пункт 58-й армии, опять же этой же армии, 58-й армии, многострадальной, чтобы она быстрее загнулась. И там погиб замкомандующего армии. Кстати он по-моему был либо начальником ВВС армии, либо начальником ПВО армии. Вот точно не помню, надо уточнить. Но не важно, он был заместителем командующего армии, он там погиб. Рашисты прислали туда ОМОН. В основном это Дагестан, из Дагестана ОМОН. Непонятно, что они там делали, почему именно ОМОН прислали, для разбора завалов и эвакуации тел. Как только там собралось большое скопление вражеских военных, мы нанесли туда повторный удар. Так что, кстати ПВО работало, там говорят местные в Бердянске, рассказывают, что ПВО там стреляло как пулемет во все стороны. Но все ракеты Штормшедов достигли своей цели. Ни одна ракета, ну у них нет. Я понимаю, что не могут признать Рашисты, что они такие ракеты как Штормшедов, и сейчас вот Скальп французский появится у нас, появился уже говорят. Нет средств, которые бы их перехватывали. Они доходят до цели, и перехватить их невозможно. Теми средствами, которыми располагает Рашистская Федерация. А сейчас Турция еще предоставила компоненты комплекса С-400, в частности радиолокационную станцию. Это одна из главных компонентов в плане создания системы ПВО. По специалистам НАТО. И НАТОвцы теперь могут спокойно изучить досконально, до винтика, до гаечки. Разобрать, собрать, посмотреть алгоритмы работы, схемы принципиальные самой радиолокационной станции. И определить все ее ТТХ и возможности. Так что спасибо Эрдогану, и НАТО в ближайшее время будет понимать, что такое С-400 и как его можно обходить. Так что, ну и заключительная часть военной обстановки, это то, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 6 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника. Также 4 удара по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Это сработала наша артиллерия. В целом, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали оккупантов 510 душ, техники в танках 2 единицы, боевых бронированных машин 9 единиц, артиллерийских систем 23 единицы, реактивных систем залпового огня 4 единицы, средств ПВО 6 единиц, беспилотников оперативно-тактического уровня 26 единиц, автомобильной техники 17 единиц и специальной техники 5 единиц. Вот такой вот урожай собрали Силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.